Главная опорная конструкция. Вокруг нее строители развернут красочную историю о любви к морю. Проект предоставлен городским управлением архитектуры. Основной материал – пластик. Конструкция сравнительно легкая, а с включенными светодиодами будет и вовсе воздушный, как бы стремящийся вверх. Светодиодные кластера, светодиодная линейка «Бегущий огонь», стробоскопы. Ну то есть все то, что есть сейчас на рынке. Мы старались подобрать самое лучшее. Основной эффект того, что мы добивались, чтобы это было созвучно кольцам по Сиферопольскому шоссе, то есть у нее будет хорошая динамика управляемая, программа уже написана. Эффект будет перетекание с нижних колец на верхний по буквам и уходить наверх по сердцам к чайкам. Глава города оценивает качество работ. Сама пластиковая конструкция долговечная. Современные светодиоды также выносливы. Производитель дает гарантию 3 года. Пленка под анапским солнцем должна сохранять свет минимум 5 лет. После этого ее легко можно будет заменить. По ветровой нагрузке мы посмотрели. Все четко, все нормально. Я вижу, а приподнял ты ее. То есть если в случае еще какой-то негодяй залетит на нее, то хоть ударится обниз, не обверт. Я видите, как обвариваю. Я уже с учетом этого. Я сейчас нет, я хочу пойти посмотреть, как это делается короб. Предыдущую конструкцию разрушил лихач на автомобиле. Униципалитет подал в суд, однако ущерб взыскивать долго. А стела нужна уже сегодня. Стела красивая, соответствует нашему городу. Курорту привлекает внимание море, чайки, я думаю, световое оформление. Вечером мы все это увидим. Жанна Ермолина и Надежда Сидорова приехали из рабочего поселка Коноша Архангельской области. Первый кадр сделали на фоне вокзала. Планируют и дальше фотографироваться в знаковых местах. Мы просто стараемся сфотографироваться, потому что неизвестно, подъедем мы сюда еще или нет. Так как мы отдыхаем сукок и решили... Мы приехали в Анапу и город-курорт Анапы, надо сфотографироваться обязательно. Будет симпатично. Я думаю, что если доделается все, как вы сказали, значит будет очень красиво. Очень красиво. И сейчас неплохо. В муниципалитете делают ставку на малые архитектурные формы. Такие своеобразные визитные карточки в том числе формируют имидж курорта. Эта стелла уже третья по счету. Не так давно въездные группы обновили со стороны Крымского района и города Героя Новороссийска. Работа завершается уже в сумерках, когда виден окончательный результат. Это не все краски, которыми заиграет стелла. Еще идут пусконаладочные работы. В ближайшие дни по поручению главы города городские службы благоустроят прилегающую территорию. Александр, Ребекка, Руслан Душевский, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова